Мир вам, братья и сестры! И вы сподобитесь людям, ожидающим возвращения господина с брака, дабы, когда придет и постучит, тот час отворить ему. Я слышал из одного мальчика, которого мама учила, что пришествие Христа может и будет внезапное, и мы должны быть готовыми. И она решила его испытать, и ночью пробудила его говорить, как там, Сереженька, когда Господь пришел, он глазенки свои протер, говорит, мама, я готов. И я думаю, братья и сестры, что детские сердца, если они действительно детские, и родились в верующих семьях, и воспитываются в страхе Господнем, они действительно готовы. Потому что написано, иначе, если вы были неверующим, ваши дети были бы нечисты, а теперь святы, они освящаются родителями верующими. И рикая честь нам выпала, братья и сестры, родиться в семье святых, в семье христиан, в семье поклонников Господних. То, что Господь учил, я вчера целый день был, братья были, сколько Господь учил нашу молодежь, братья и сестры, какую благодать Он изливал. Я думаю, даже не заслуженным, потому что пророчества были такие, что есть и то, и то, и то, то есть какие-то недостатки, но благодать исходила. Почему, братья и сестры? Потому что Господь любит наших детей, любит нашу молодежь и хочет, чтобы их светильники не гасли. И очень много зависит от нас, старших братья и сестры. Я сам верующий с детства. Я родился в Ровенской области, кто знает Ровенскую область? Возле Луцка, как ехать на Борбин, село Острожец. Я родился в баптистской семье. Сам я баптист, сын баптиста, хрещеный Духом Святым, со знамениями иных языков. Слава Господу, братья и сестры! Это великая милость и великая честь. Те люди, которые родятся в людей, хрещенных Духом Святым, в пятидесятнических семьях, а им и в голову не приходит, какою ценою дается хрещение Духом Святым в других деноминациях. Я привез свою дочку, я из Винницкой церкви, которые вчера были у вас, Эммануил Портланд. Я привез свою дочку, и так двери открыл, она побежала, а я пошел в собрание. Я выезжаю из собрания, она бежит, сынка свитится, говорит, папа, меня Бог Духом хрестил, да я и сам бачу, что Бог тебя хрестил Духом Святым. Братья и сестры, и так кажется просто, побыла на молитве и все. А мне не так, братья и сестры, а мне три года жесточайшей борьбы с сомнениями. Я был так воспитан, простите, братья, не обидьтесь на меня, никто не обидьтесь на меня, ни баптисты, ни пятидесятники, я никого не выделяю, но я был так воспитан, я был воспитан в противлении. Написано, чтобы и из противящихся могли обитать у Господа Бога. Я очень этим дорожу, братья и сестры. Если сидит пятидесятник в автобусе, я там не сяду, братья и сестры. Вот вы как хотите, вот так мы были настроены. Братья и сестры, но когда Господь сделал чудо и хрестил меня Духом Святым, душа моя сегодня обнимает и пятидесятника, и баптиста, и субботника, и даже и коммуниста, не знаю кого, братья и сестры. Потому что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, слава Господу. И Господь хочет, чтобы это состояние наполнения Духом Святым, наполнения Божьей любовью, она никогда нас не оставила. Братья и сестры, мы живем в крайне последнее время. Мы живем, когда слышны шаги нашего Господа. Вселенная в потугах. Христос сказал, это начало болезни. И в Беспавловских проповедях, кто комментирует глубже, говорит, это как болезни у женщины в родах. Когда потуги, эти схватки чаще, 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 значит скоро будет рождение. Братья и сестры, вся Вселенная сегодня в потуге. И эти схватки и там, и там, и там. И скоро будет восхищение церкви. Братья и сестры, для того, чтобы быть нам взятым в небеса, нам нужно быть исполненным Святого Духа. А чтобы быть исполненным Святого Духа, нужно жить по Евангелии. Вы это слышите в проповедях. Я сегодня хочу поделиться тем словом, которым Господь положил на мое сердце. Многое буду цитировать на память, потому что мы во времени. А некоторые места буду читать. Давайте первое место прочитаю. И, может, дальше буду читать, а дальше попозже буду цитировать. Я прочитаю Псалом 24, 14 стих. Знакомое место. Псалом 24, 14 стих. «Тайна Господня, боящимся Его, и завет свой Он открывает им». Братья и сестры, mystery, по-английски. Mystery, если я слышу слово «тайна», любая тайна, я как-то внутренне затихаю по-украински. Я знаю, что что-то там есть, любая тайна. Хочу я туда прогрикнуть, не хочу, но что-то там есть. Братья и сестры, место основное, которое я хочу прочитать, это будет записано Колоссянам, первая глава, а потом буду читать Колоссянам вторая глава. Ну вот смотрите, как написано Колоссянам первая глава, 26 стих. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы всей для язычников, который есть Христос, возупывание славы». Третий стих второй главы, в котором сокрыты все сокровища премудрости и веденья. Братья и сестры, когда Иосиф был в Египте в темнице, его оттуда вывели с поспешностью. Братья и сестры, почему так случилось? «Потому что там было нечто, Бог послал тайну великую в Египет, и в этой тайне было богатство для Египта. И если бы эта тайна не была открыта, пропал бы весь Египет». Фараону приснился сон, что из реки вышло семь жирных коров. Возле них вышло семь худых коров. И эти худые коровы скушали, пожрали этих жирных коров. И даже не видно было, что они их скушали. «Снова проснулся, смотрит в сон, заснул снова. Вырастает на стебле семь колоссев. Рядом выросло других семь колоссев. И пожрали этих семь колоссев. И встревожился дух, и созвал всех мудрецов. Гадали, гадали, я говорю, а что же вы учились по 12 роков? Если у нас так говорят, все мудрецы Египта, передовое государство, там были, знаете, какие умы? И не могут. А почему не могут, братья и сестры? А потому что это тайна от Бога, а тайна Божия, она нечестивым, не открывается. Когда я слышу, что тайна идет по телевизору, тайну пишут в газету, по радио тайну. Я не против, братья и сестры, что пророчество где-то по телевизору и в газету. Но я смотрю в Писание, что тайна Господня боящимся. Аллилуйя нашему Господу. И если мы ходим истинно в страхе Господнем, тогда нам будет откровение, тайн. Не могут разгадать, виночерпи, говорит, грехи мои вспоминаю я ныне. Я был в тюрьме, он так говорит, и там был молодой еврей. Мне и Хлебодару приснился сон. Как он истолковал, так и было. Его повесили, а меня вот вино подаю. И быстро фараон дает поверение, говорит, приведите сюда. Вывели его быстро из тюрьмы. Почему я это так снова повторяю? Потому что там есть откровение. Если ты боящийся Господа, и сегодня ты в какой-то тюрьме, может быть недоумение, может быть даже и отчаяние, может быть какой-то насмешки, не бойся, продолжай бояться Бога. У Господа, боящийся Господа, на особом счету. И вывели его оттуда с поспешностью. Я думаю, что он там был, наверное, вонючий из той тюрьмы. Переменили его одежду, остриг волосы свои и пристал перед фараона. И фараон говорит, сон мне снился. Вот такой и такой. И стоит то облако тех мудрецов, тех юниверситей, я не знаю, что там они кончали. Понятно, они так назывались. Короче, люди, люди цвет Египта, никто не может. А о тебе я слышал, что ты можешь разъяснять сны. И здесь, братья и сестры, мне сильно нравится ответ Иосифа. Что сказал Иосиф? Кто помнит, братья и сестры? Это не мое. Аллилуйя нашему Господу. Полнота смирения. Он говорит дальше. Бог даст ответ. И сразу Господом хвалится. Вот это почерк, братья и сестры, людей истинно боящихся Господа. Они в глубоком смирении. И они хвалятся Богом. Как написано, хвалящийся Богом. Хвались Господом. Хвалящийся хвалить Господом. И когда Иосиф разъяснил этот сон, братья и сестры, я уже повторяюсь, там было великое сокровище для Египта. Говорит, будет 7 лет изобилия. А потом 7 лет голода. И неприметно будет это изобилие по причине голода. Потому что он будет тяжел. Поставьте человека, и пусть он собирает это. Цаф-наф-паниаф. Братья говорят, в переводе означает спаситель мира. Найдем ли мы такого человека, которым был Дух Божий. Ты будешь этим всем. Без тебя никто не пошевельнет. Ни рукою, ни ногой. Я фараон. Я так понимаю в простоте. Если нужно пошевельнуть руку в Египте, их там было все. Нужно, чтобы Иосиф разрешил. А если ногу пошевельнуть, то нужно, чтобы Иосиф разрешил. Это образно сказано, братья и сестры. Но говорится о власти, которую Господь дал. Почему, братья и сестры? И откровение Бог послал. Почему? Потому что Иосиф боялся Бога. Это его любимый, так мы сказали, львиз или лозунг. От юности до старости. Я боюсь Бога. Братья и сестры. Слава нашему Господу. Дальше перехожу к Даниилу. А там еще хуже. Там на выходоносном реснице сон. И вообще забыл, какой тот сон. Тот еще помнил, а этот ничего не помнит. Собрал мудрецов. Собрал там всяких чародеев. Все. Это большущая империя. Настолько я понимаю, от Индии до Этиопии. Никто не может. Он три раза вступает с ними в диалог. Говорит, сон мне приснился. Слово отошло от меня. Расскажите мне, какой мне приснился сон. И что он знает? Он говорит, царь, никто так не требует. Ты нам расскажи сон, а мы тебе объясним значение. Говорит, знаю. Вы хотите выиграть время. Вы хотите сказать мне ложь. Если вы можете сказать мне, что мне снилось, какой сон. Тогда я узнаю, что вы можете сказать мне, что это значит. А иначе вы хотите сказать мне ложь. Они снова говорят, никакой царь во вселенной не требует. Это дело не человека. Это теми, которые обитание не с плотью. Это только Боги. И пришел в ярость и сказал, изрубить всех на куски. На куски это значит, понимаете, ищут Даниила, Сидраха, Миссаха, Авдинага. Даниил приходит к царю, попросил время, упросил Господа. И в ночном видении открывается тайна всемирных царств. Видит громадный истукан, голова из золота, руки, ноги из серебра, чрево, бедра из меди. И дальше железо, а дальше железо с глиной. Это говорит о том, что царство, в котором мы живем, они будут смешаны, но не смешаются до конца. Отрывается камень от горы, ударает в ноги этого истукана. Все превращается в пепел. И ветер унес этого. И следа не осталось. Этот камень наполнил всю землю. И все. Вот такой был сон. И Даниил приходит, говорит, я скажу, Господь, есть Бог, который открывает тайны. Я мне это открыту не потому, что я мудрее, но есть Бог, который открывает тайны. Аллилуйя нашему Господу. Братья и сестры, а теперь мы идем к этому слову. Была тайна, которая сокрыта от веков и родов. Веков и поколений по-украински. Тайна сокрытая от мудрейшего Даниила, от чистейшего Иосифа. Она уже была, как брат перед мной и сказал. Христос уже был предназначен. И это тайна. Аллилуйя Господу. Христос вас. В котором обитают все сокровища, премудрости и ведения, братья и сестры. И я так себе размышляю. Братья и сестры, если есть сокровище, есть опасность посягательства на то сокровище. Написано в Писании, я это буду прочитывать. Как вы приняли Христа и Иисуса. А как мы приняли Христа и Иисуса. А мы Христа и Иисуса приняли со страхом. А мы Христа и Иисуса приняли с покаянием. А мы Христа и Иисуса приняли с полным отделением от этого мира. Мы Христа и Иисуса не приняли, братья и сестры, вместе с миропоклонничеством. Или с какими-то грехами. Или с какими-то беззакониями. Я не хочу это все именовать. Мы приняли Христа и Иисуса в истине нашего спасения. Братья и сестры. И вот тема моей проповеди будет не так за эту тайну, если можно так назвать, если нет, называйте как хотите. Четыре стены, которые это сокровище ограждают. Я слышал из-за них богатых людей, которые имели в своем доме сокровище. Золото или что-то там, диамант, я не знаю что. И они это держали в какой-то шкатулке. А воры, когда приходят, они не приходят, сестры, если вы купляете гарбичкен за 100 долларов или там 120. Все равно не возьмут. Он пришел тихонько и забрал то сокровище. И исчез. А хозяева себе живут приспокойно и думают, что у них есть на черный день. Есть люди, которые ждут черного дня. Наверное, и в душе у них черно. Мы, христиане, у нас светлая надежда на Господа. Бедный ты или богатый, но мое сокровище, аллилуйя, мой Господь, братья и сестры, богатый для всех призывающих. И особой тревоги не надо, братья и сестры, если правду сказать, никакой тревоги. Он есть мир. Сколько имеете, написано, про питание и одежду. Будьте довольны. А завтра? А завтра в Господних руках. Поняли? Поняли. Успокойся, брат и сестра. По-украински затыхнет. Успокойтесь. Познайте, что я Бог. Главное нам пребывать в Господе. И когда эти люди пришли к сокровищу, что-то им надо, а там ничего нету. Братья и сестры, вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Христос говорит, я пришел, чтобы имели жизнь и жизнь избытком. Братья и сестры, когда я начал это место исследовать, и дальше Дух Святой мне открыл, или ограду называйте, или как, но мне нравится это слово. Четыре стены, которые это сокровища, которые в нас. Или вы с себя не знаете, что Иисус Христос в вас. Павел пишет, коринцам, разве только вы не то, чем быть должны. А нас же узнаете, что мы то, чем быть должны. Если мы то, чем быть должны, то Иисус Христос в нас. Братья и сестры, а что Он в нас, узнаем по Духу. Потому мы наполняемся, исполняемся Духом Святым. И не мыслим жизни без исполнения Духом Святым. Потому так сатана старается, чтобы отвезти нас куда-то, я не знаю куда. Но лишь бы ты и я не был исполнен Духом Святого. Чтобы не было Духа Христа. Чтобы не было Святого Духа в нас. Чтобы мы стали наги, нищи, бедны, слепы. Как там написано в Лаугдикийской церкви. Ни к этому нас призвал Господь. Никто не может положить другого основания, которым является сам Христос. Foundation здесь говорят. Основание Христос. Сверху над нами десница Господня. И четыре стены Дух Святой ставит через апостола Павла. Записывайте на скрижалях своего сердца. Если хотя одной стены не будет, обворует сатана. Сегодня масса христиан обворованных. Потому что не брегут. Не брегли воли Всевышнего. О его охране. Братья и сестры, смотрите. Первая стена. Это, 4 стих. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкратчивыми словами. Ибо хотя я отсутствуя телом, но духом нахожусь с вами. Радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. В церкви колостян было благоустройство. Значит, все было налажено, как мы говорим. И было в этих людей твердость веры во Христа. Кажется, у такой церкви никакой печали и тревоги у пасла апостола Павла не должно быть. Но он говорит, а это я вам говорю. Видя ваше благоустройство. Видя вашу твердость веры во Христа. Я это говорю для вас. Чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкратчивыми словами. Всю Библию я прочитал. Ни раз и ни два. Не помню сколько. Больше такого я не нашел, братья и сестры. Еще одно место есть такое подобное, что вкрались некоторые люди. Издревле предназначены ему осуждения. Что такое укрався по-украински? Мне легче говорить. По-украински укрався, по-укрался по-русски. Укрався, а то тихенько зашел. Взяв, что ему треба, исчез. Укрався. Практически здесь написано, чтобы кто-нибудь, без павластва и проповедя, говорит, у всякого обмана есть две притечи. Прельщение и обольщение. В раю Адам с Евою жили прекрасно. В раю. И все богатство рая было потеряно. Через вкратчивые слова. Апостол Павел говорит, и я боюсь, чтобы как змей хитростью прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты. Что такое уклониться от простоты? Ну мы же в Америке живем, должно быть шикарно все. Если у кого-то дом такой, то мой должен на кирпич выше. И так дальше, и тому подобное. Или если машина такая, то моя должна. Кому нужна твоя машина? Кто на ее смотрит на твою машину? Четыре-пять человек, и все. А остальное doesn't matter, где ты запаркован. Правду я говорю или нет, братья и сестры? Правду. Нам нужно покаяться в этом. И перестать бросать, бросать десятки тысяч. Я за то, чтобы мы ехали на хорошей машине. Я имею хорошую машину. Я очень довольный. Благодарю Богу. Не сильно дорогую, но хорошую. Слава Господу, братья и сестры. Есть нормальный дом. Братья и сестры, и так дальше не буду сейчас об этом говорить. Я хочу держаться слова. Это я говорю для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами. Подходит сатана до Евы. И вкрадчивые слова. Говорит, а то правда, что Бог сказал подлинно, или сказал Бог, что вам ничего нельзя кушать в раю. Парадокс. А Ева, вместо того, чтобы написано, что бегите, бегите от греха. И Ева, вместо того, чтобы бежать от дьявола, идет на сближение с ним. А сатане только этого надо. Чтобы ты залез в грязный интернет. Чтобы ты грязно на какую-то кнопочку кликнул, в какой-то там сайт. Чтобы ты только там подивился. Одненький раз наш разум имеет принт. Принт это копии. Прежде чем ты что-то сообразил, уже копии. Я не говорю, что твой ум уже превратный. Но он осквернился, то точно. Ты скажешь, я об этом не думал. Плохо, что не думал. Братья и сестры, вкрадчивые слова. А Ева говорит ему, нет. Мы можем. И начался диалог с сатаною, братья и сестры. У меня тема проповеди молодежная чуть-чуть. Я занимался с молодежью 10 лет. Был руководителем. Я всегда люблю им говорить так. Наша сила в том, не то, как мы близко возле греха пошуруемся и не согрешим. Вот это сильная христианка. Ноу. Наша сила, как мы дальше себя держим от греха. И пример Ярлопейский проповеди всегда привожу. Говорит, у одной царицы, куин, нужно был драйвер, кучер, как мы говорим. Чтобы ее возил на конях. Нужно было избрать этого кучера. Может, этого притча, но сильная притча. И говорит, посадили одного кучера. И он едет здесь в пропасть. И он на конях. У нас, братья, их называли миллиметровщики. Это такой водитель, что будет ехать вам на краю пропасти и не свалится. И он едет на краю пропасти на тех конях. И не свалился. Восторг, аплодисменты. Следующий царица говорит, но, но. Следующий. А следующий уже не такой удачный. Так, подальше от пропасти. Следующий. А следующий, как увидел, что там пропасть. То коней жмет к этой скале. Да под скалой. Она говорит, вот этот будет. Я избираю вот этого. А тот, что над пропастью катается, хай, он там субик катается. Братья и сестры, сила наша. Сила наша. Имя Господа. Крепкая башня. Убегает в нее праведник. И безопасен. Аллилуйя. Нашему Господу. Наша безопасность. Господь. Наша безопасность быть сокрытым в Боге нашим. Глаза открылись. Я уже к Господу, братья и сестры. Непрестанно молюсь. Почему? А потому, что так меня учит Слово Божье, братья и сестры. И ангел Господень ополчается над боящимися его. Братья и сестры. Вкратчивые слова. Это оружие сатаны. Он. Люди первые потеряли величайшее богатство. Богатство рая было потеряно. Через вкратчивые слова. Куркаев умер в прошлый год. Где-то в это время я любил слухать его разборы. И он пастор. Он говорит, в нашу церкву пришел один проповедник. Братья и сестры, когда приходит пьяница с бутылкой на вашу парковку, дежурные его эмидиатлы. Поставляют в норму, если не получается, американская полиция пропустит. Но если нормальный, из Библии, за кафедру может прорваться. Таких сегодня много. Так и случилось в их церкви. Стал какой-то проповедник или евангелист, кто там, не знаю. И так его речь идет, 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 идет. А потом только раз и в сторону. Подходит сестра одна. До пастора, до этого Николая. И говорит, брат Николай. А вот, когда той гость проповедовал, он не туда повел. И не то говорил. А пастор опытный. Чувства навыков, привученных к развлечению добра и зла. Он точно заметил, что тот евангелист повел в сторону. И не туда, и не то. И куда, и не туда он знает. И что он говорил, он знает. А он спрашивает от сестры. Сестра, а что он говорил не то? И куда он повел не то? Вона говорит, я не знаю. Но не то он сказал. И не туда повел. Он говорит, верная овца Иисуса. Практически, сестра, свойство овечки, она не сильно мудрая животная. Чермен Шапер, немецкая овчарка, говорят, различает 200 запахов. А овечка 6 метров уже плохо видит. Она, если заблудилась, то заблудилась, как овечка. Если не дать помощи, пропала. Но одно свойство есть. Христос говорит, вы мои, и не назвал другими. Вы мои овечки. Why? Я так люблю говорить. Почему овцы мои бегут от чужого голоса, а слушают только одного голоса. Слушаются голоса моего и идут за мной. А чужого голоса бегут. Свойство овечки знать один голос. Я, может, я в вашей церкви не говорил это, но я слушал брата, который поехал на Кавказ. И говорит, я увидел там картину, которая потрясла его и мое сознание. Я говорю, тысячи овец, которые приводили к водопою, где вода пирит. И когда их пригнали, пять пастухов, они все там смешались. Я говорю, что вы теперь будете делать? Попали в проблему. Не подумали головой. А теперь что? Говорит, почекай, подожди, пока напьются. Напьлись, я смотрю, чудо. Тысячи там, сотни. Один пастух стал там, другой там, третий там, четвертый, пятый. И там стали. Один как закричит, я не знаю, что он там закричит. И я смотрю, с этой толпы раз, 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 возле него овечки. Он пошел, а они за ним. Второй, третий, четвертый, пятый забрал, что остались? Ужас. Я говорю, а можно на другой день я возьму твой плащ, и твои ботинки, и твою шляпу, и твою... Говорит, попробуй. Я, говорит, на другой день взял его шляпу, взял его ботинки, взял плащ, ну, эту палку, все-все встал. Овечки на перес, я как закричу. А они в сторону от меня, кто куда. И шляпа такая сама, и палка такая сама, и чоботы такие самые. Поразвелся, и я начал плакать. Братья и сестры, что делается с нами? Насадил похожую шляпу, взял, красиво оделся, взял Библию, и мы же думаем, что это проповедник истины. И моя женка, я не хочу сказать, что она хорошо сделала, но пошла на какой-то там канал, посмотреть, что делается на Украине. Дедушка прекрасный в Библии сидит, говорит, что вот мы молимся за исцеление, вот люди поисцелялись, а вино пить, да, конечно, пить, и так дальше, и тому подобное. Братья и сестры, вкратчивые слова. Овечка старенькая подошла до пастора, говорит, что он не то говорил и не то сказал. Она знает голос. Вы скажете, как мне спастись от этих вкратчивых слов? Мне нужно библейский колледж срочно кончить или бакалавра получить. Не бакалавра тебе нужно получать, я не против, что ты висел в Писании, и не библейский колледж, я не против, что ты учился. Тебе нужно жить вблизи с Господом, слышать Его голос, братья и сестры, и не удаляться от твоего Господа. И этот голос будет тебя вести, и написано, если даже и неопытные по этому пути пойдут, то что будет с этими неопытными? Они не заблудятся. Почему? А потому что они знают голос. Братья и сестры, коль уже говорю, разрешу себе еще один пример. Это из Беспалова, он говорит, в Австралии он там был. Там масса овец. Я говорю, сделали такой эксперимент, поставили, он сказал, ты 15, 150 тысяч, я не знаю. Я трудно мне в это верить. Ну возьмем 50, ну возьмем 5 тысяч овец. И взяли маленькую овечечку. И поставили на одну сторону стада, а ее маму на другую сторону стада. И они там влияли, и делали эксперимент. И это маленькая лэм, ягненок, пробрался через все эти тысячи и прижался до своей мамы. Братья и сестры, а мы думаем, что овца это не мудрое животное. Дети дорогие, христиане. Если вы воспитываетесь в христианской семье, там где дух Божий, где шаттаун телевизора там нету, где нету бесстыдства. Моя дочка пошла в хай-скул, приходит и говорит, папа, нас принципов построил всех, у нас школа образцовая в Орегоне. Построил и сказал, no more girls, no more leggings. Leggings это колготы, когда одевают маленьких детей в колготки. Потом они вырастают уже большие грелы или женщины, они ходят в этих колготах, в обтяжке. Это хуже, чем голы, это бесстыдство, это ужас. И принцип уже надоело ему. Стрик моралити, папа. Стрик моралити это по-русски перевод целомудрие. Целомудрие. Если в школе нужно это стрик моралити, то насколько больше это нужно в моем доме, насколько это нужно в наших церквях, братья и сестры. Но мы смотрим направо и налево, все ходят в леггенс. Не все, братья и сестры. Есть боящиеся Господа, которые понимают, что стыдливость перейти, это значит на широкий путь стать, братья и сестры. А вкратчивые слова, это очень опасная вещь. Я чувствую, братья и сестры, я не смогу сказать, но сколько смогу, сколько скажу. Испало говорит, что в одной церкви пять сестер договорились снять платки. Потому что святости в платках нету. Они так где-то взяли. Кто-то их вкратчивые слова так проникли. На любую истину сатана подходит через вкратчивые слова. В нас их говорят в румынском магазине, сестры. Моя жена в румынском магазине покупает. И вот, говорит, я приезжаю пять сестер, начальствующих братьев. Главного кассира, главного там дьякон, главный там над пением, я не знаю что. И все, пришли без платков. И пастыр не имеет силы, что-то сказать, и так полгода борьба. А потом Беспалл приехал туда, и я им, говорит, сказал. Говорю, сестры, святости в платку нет никакой. Святость есть в послушании Слову Божьему. И если Писание говорит, что нужно жене покрываться во время молитвы, то если мне Бог сказал десять платков, я бы одел бы десять. А вы один не хотите. И этим словом я их сразил. Они платки на голову и порядок. Братья и сестры, я в этом тоже что-то вижу. Написано в Писании, что если жена не хочет покрываться, я в этом вижу, что будет искушение у жен не хотеть покрываться. Как вы думаете, много таких церквей, что жены уже не покрываются? Я думаю, что их очень много. А до 60-х годов много было таких церквей в США и Канаде? Мало и вообще не было. Все церкви были с сестры с покрытыми головами. Так свидетуют старожилы, братья и сестры. Что случилось, братья и сестры? Подошло обольщение через кратчевые слова. И сегодня церкви идут на широкий путь старий. Вы знаете, чем оканчивается широкий путь? Братья и сестры, вторая стена. Я прочитаю восьмой стих. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Если бы этого не было написано в Писании, я боялся за кафедру этого слова сказать философия. Философия. Философия это чуть ли не мирское слово. Братья и сестры, пока я не понимал, что значит слово философия. Но когда я понял, что значит слово философия, я понял, почему Дух Святой поставил это. Смотрите, братья, по-украински лучше стережиться. Be careful. Смотрите, братья, чтобы кто вас не увлек. Увлек, если встал в речку, и тебя унесло. Все. Такую силу имеет вот это вот, что я только что прочитал. Чтобы кто вас не увлек. Вот философию пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Философия означает филио, это означает любовь. Эрос, филио и агапе. Греческое слово означает любовь. Филио, любовь, София, мудрость. Если здесь есть старенькая сестра или деточка какая-то, София, это означает мудрость. Любовь к мудрости. Вы скажете, что здесь плохого? Мы все любим мудрость. Братья и сестры, какие книги можно читать? На тех, которые есть в помазании Святого Духа, можно. А тех, которых нет в помазании Святого, даже в руки не бери. Братья и сестры, чтобы никто вас не увлек философией, пустым обольщением, по стихиям мира. У меня есть родственник, тракист. И он говорит, дядя Славик, торнейдо на Ист-Америка зашел, там, где были трейлеры, и раскрутил трейлеры, и поднял их в воздух. Такая стихия. И они летали в воздухе. Я признаюсь вам, я, Фома, неверующий оказался. Я говорю, я не верю. Я знаю, что такое трак, я знаю, что такое трейлеры, но не может трейлер летать. Не могу, не может такого быть. Ну, посовывал туда-сюда. Поймал он нас на вестибюре. Дядя Славик, идите сюда. И покажет мне свой телефон, включает, говорит, смотрите. Мои глаза. Наверное, и очки я взял, я не знаю. Ужас. Опускается этот торнейдо, этот хобот, заходит на трак, стоп, и начинает эти траки крутить, крутить. А потом, смотрю, поднимаются они. Много их поднялось. И поднялись высоко, и летали долго. Говорю, все, выключай. Хватит. Братья и сестры, смотрите, братья, чтобы кто вас не увлек, стихиями этого мира. По преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу Карл Маркс, творец коммунизма. Как он получился? Он был побожное дитя и служил в синагоге. И кто-то ему подсунул книжку безбожную, прочитал и стал творец коммунизма. А коммунизм смел с лица земли. Миллионы людей, братья и сестры. Это ужасная стихия. И Писание говорит, смотрите, братья, чтобы кто вас не увлек. Братья, дадите мне еще пару минут, или уже все, наверное, кончать. Я буду сокращать, как смогу, я понимаю, что нельзя мне спекулировать. Братья и сестры, на смену коммунизма уже, кажется, все исчезло. Идут другие стихии. Испалыва отец был мудрый, говорит, придет нигилизм. А что это такое? Никакой морали. Сестра говорит, еду я в метро в Москве, молодежь, андерграунд. Я не знаю, как вам объяснить, красивое метро, кто был в Москве, Ленинград, Киев, Харьков и так дальше. И там, может вы слышали это свидетельство, но оно мне понравилось. И там, говорит, много людей так меня жмут, что я повернуться не могу. Сидит женщина, мама лет 26, и мальчик лет 6. Я извиняюсь. И этот мальчик сильно хочет вытереть свои грязные ботинки в мое пальто. Я, сестра говорит, жмусь, но никуда не могу податься, меня люди жмут. Я говорю этой маме, женщина, обратите внимание на своего мальчика, что он хочет делать, и предпринимите меры. А эта женщина говорит ему, я его воспитываю по японской методе. Что хочет, то пусть и делает. Нигилизм. Простите за эти слова, что я говорю. И дальше интересная развязка. Стоит рядом детина, мы так называем, юноша лет 22, не чешеный, не чешеный месяцы, не купанный недели, жует жувачку, слышит этот диалог, смотрит эту всю проблему, вынимает жувачку своего рта, прилепляет на лоб этой маме, 26-летней, говорит, мамань, меня уже воспитали по японской методе. Что хочу, то и делаю. И все. Братья и сестры, мы живем в этом мире. Вы старшие, может, нет. Но молодежь наша, она живет в этом мире, где вся мораль попирается, где всякое человеческое, даже здравомыслие попирается. Писание говорит, братья, чтобы кто вас не увлек, почему такие дети наши буйные, почему они порой такие бесстыдные. Стихия мира. И если стихия могла трейлер раскрутить и поднять, то насколько легче эти мозги детские. Пошли в школу и крутят. Братья и сестры, и благодать должна быть на домах наших. Чтобы сила Господня нас держала в Господе. Чтобы эти стихии нас не раскрутили и не увезли по философиям, по пустым обольщениям, по преданию человеческому, а не по Христу. Мы должны быть христианами в Господе, с собой, не хвалюсь Господом. Я был в армии один, и 1500 таких хлопцев, как я. Они идут в кино, как в Царство Небесное. Кто был в армии, знает, о чем я говорю. А я не могу идти в кино, у меня Христос. У меня Дух Божий. И я иду в строю, и поворачиваюсь, и иду назад против строя. И один, он имел образование, споймал меня, говорит, Славка так говорит, ну неужели мы 1500, назвал такое слово, не могу за кофе рассказать, короче, неужели мы 1500 неразумные, мягко говорю? А ты один разумный. Почему ты идешь против течения? Почему ты не идешь за течением? Я помолился, насколько мне кажется, взвал Господу, но я бы до такого не додумался. Бог дал мне ответ. Я говорю, ты рыбу ловил? Говорит, не, а я ловил. Дохлая рыба всегда идет за течением, переворачивается весь животом и пошла. Живая рыба никогда не идет за течением. Понял по рукам. Братья и сестры, течение этого мира, страсти, и похоти, стихии, философии, нигилизм, гуманизм, либераризм. Я этих слов даже не могу выразить. Братья и сестры, все это течение в преисподнюю, в ад идет. А вы не так познали Христа. Мы должны, братья и сестры, стоять на страже и не поддаться этим стихиям. Для этого нам нужна сила. Братья и сестры, еще две стены. Читаю третий, шестнадцатый стих. Никто да не усуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Братья и сестры, это стена против осуждения. В наспортноте нажимаешь кнопочку, и субботники так трансляцию дают, что не все проповедники могут так проповедовать. Молодые девчата там читают целые лекции. Я как послушал, о-о-о. Братья и сестры, я на работе работаю. И слышу там, значит, с этим духом осуждения на нас, христиан, и так жмет к стенке этих юношей, а у них мечи так слабенько шатаются. И они ничего не могут сказать. За субботу шестсот раз сказано, или сколько там, а за неделю только два. Почему мы про и так дальше? А я работаю там, свою лестницу уже так ближе-ближе поставил к ним. Говорю по-русски к ним. У нас в американском. Говорю, можно вам представить некоторый документ? Они говорят, да, можно. Я у меня на селфоне Библии, я нашел этот стих, и говорю, читай. Только громко читай, ну громче. Он как посмотрел на этот стишок, говорит, да я не все понимаю. А, ты уже не все понимаешь. Братья и сестры, а я хочу, чтобы мы это уразумели. Это говорит Павел. И так, перед тем сказано, почему? Потому что Христос, первый брат, говорил, он взял грехи наши, беззакония. Один пошел в это дело, в субботствующих исполнения законов, и так дальше. Я говорю, зачем ты это принял? Он говорит, дабл спасение, двойное спасение. Я говорю, Христа одного достаточно. Писание говорит, что мы узнавши, что человек оправдывается, и слушайте, здесь будет три раза сказано, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа. И мы уверовали в Христа, то есть евреи, мы уверовали в Христа, чтобы оправдаться не делами закона, а верой в Христа. Потому что делами закона не оправдается никакая плоть. Аллилуйя нашему Господу. Спасение наше во Христе. Если я согрешил, у нас есть служение и исповедание. Брат сегодня говорил, у нас есть Христос распятый, у нас есть очищение в крови Христа, и это, братья и сестры, непревзойденная сила. И так, никто, да не усуждает вас. Беспаури делаю призыв в Бразилии, в Аргентине, кто хочет покаяться, выйдите наперед. Дедушка выходит старый. Говорит, что вы хотите? Покаясь. Говорит, нет. Я верующий. Я хрещеный Духом Святым. А потом Сатана начал меня гнать и загнал меня под гору Синай. Под исполнение вот этого закона Моисеева. Братья и сестры, я не усуждаю людей, которые хотят что-то там не кушать. Если вы не кушаете, не кушайте, братья и сестры. Написано, едите для Господа, едите. Не едите для Господа. Братья и сестры, но наше основание евангельское, которое ничего не имеет с этим Духом и суждение. И так никто да не усуждает вас за пищу или питье. Все чисто, если принимается с благодарением. Или новомесячье, или праздники, я их всех не знаю, или субботу. Можно в субботу делать добро. Кто сказал так, братья и сестры? Аллилуйя Господу. Сказал сам Сын Божий. Можно в субботу делать добро. Его гнали за это. Ненавидели за это. И распияли. Почти что за это. Потому что из этого произошла зависть. Я иду к последнему, братья и сестры. Последняя стена, которую Дух Святый поставил, говоря о тайне. Говоря о сокровище, которое было в этой тайне, которое есть. Христос вас. Это его учение. Это его Дух Божий, братья и сестры. И вот 18 стих. Никто да не обольщает вас. Первое было. Никто да не прельстит вас кратчевыми словами. Второе было, чтобы вас не увлек какая-то философия, стихия мира. Пустые обольщения. Третье было. Против духа осуждения. Пусть никто вас не осуждает за пищу и питье. А здесь обольщение. Служители знают, что если человек прельщенный, можно с ним работать. Объяснять, открывать. Но если уже обольщенный, почти что руки опускаются. Обольщенный это значит. Черный он называет белым. А с тебя смеется, что ты это считаешь черным. Сладкий он почитает горьким. А с тебя смеется, потому что ты считаешь это сладким. По-американски upside down. Полностью у человека мозги перевернул сатана, братья и сестры. И здесь Писание говорит, никто да не обольстит вас самовольным, смиренно мудрим, служение ангелов. И так дальше. Братья и сестры, да сохранит нас Господь. Я не могу больше так, братья и сестры, это все объяснять. Но это касается разных служений, которые люди попридумывали сами, которые не знали ни мы, ни отцы наши, чтобы кто не увлек вас самовольным, смиренно мудрыми, служениями и так дальше. И это имеет силу обольщения. Ревность, братья и сестры, это еще не показатель, что человек на истинном пути. Есть люди искренне заблуждаются, и ревности у них в два, в десять раз больше, чем у меня и у тебя. Я еду с одной сестрой, у нее вот такой шрам, братья и сестры. У нее был рак. Бог ее исцелил. Этот человек имеет два института. Молитва, я не знаю, с одного города до другого по Украине мы едем. Не знаю, час, длиться и так дальше. И она начинает вот в такую, как мы говорим здесь, лжехаризму. Но тогда еще этого не было. А я знаю, что Дух Святый сказал, что будет обращение к Господу без раскаяния. И я говорю, Господи, дай мне и так сказать, чтобы или в лоб, или в сердце, чтобы было по, потому что она сильно речистая, я ее не одолею. И когда я ей сказал, слушай, сестра, Бог сказал, что придет время, что будет обращение без раскаяния. И уехали мы. Встречаемся через год, говорит, ты пророк. Я говорю, я не пророк. Но ты пророк. Говорю, нет. Я пастыр. Она уже пастырка. Или пастыр, как там называть, в Киеве. И говорит, у нас вот такая проблема. Люди обращаются и видят там видение страшное и прочее, прочее. Говорю, Валя, шо я тоби казав? Основание евангельское, братья и сестры, это страх Господень. И вот здесь дальше написано, друзья дорогие. И это уже конец. И не держать головы, от которой все тело с составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Тело, которое есть, и тело Христа, это есть церковь, оно растет возрастом Божиим, когда оно соединяемо и скрепляемо посредством составами и связями. Связи, это ефесянам, любовь, это мы знаем, а состав, это когда мы читаем первая церковь, написано, что они уверовали, прибывали в учении о Господне и был страх на всякой душе. А после Стефана написано, что церкви находились в покое, назидаясь и ходя снова в страхи Господнем. Состав первой церкви, это был страх Божий. Шо такое состав? Состав, это есть бедренный состав, состав, это есть локтевой состав, есть еще вот этот состав. Состав, это такая сила, братья и сестры, что я могу, я этого не делаю, уцепиться одной рукой и все мои бады, все мое тело, пусть там будет сколько, 70, 100 или 140 килограмм, состав выдержит, братья и сестры. Если страх Божий есть у тебя, давление нигилизма, давление вот этих, всех, что я вам перечислил, состав выдержит. Страх Господень, это истинная премудрость, он выдержит все нападки, все стихии мира и не будет тебя крутить, это все никогда, братья и сестра, и ты будешь расти возрастом Божьим, есть воля Божия на то, почему нету роста, составы поломаны, братья и сестры. И если вас, я не знаю вас, но я так чувствую, я так верю, если вас, служители, если вас, труженики, борются, чтобы составы были целые, правильное учение, братья и сестры. Но если не обращают внимание на состав церкви, который является, я это уверен, сто процентов, который является страхом Господнем, что вы тату знаете, что вы маму понимаете, что вы бабушка знаете, бабушка вера обитала в маме, и она в тебе, юноша и девица, если ты обрел страх Господень, если ты не обрел страха Господня, не удержишься ты, даже если есть связи, связи там, этих связей порою много даже, всякие любовные и так дальше. И толку с этого, братья и сестры, если мы отбросили состав. Да благословит нас Господь, братья и сестры, сегодня я вам изложил, сколько дал мне Бог это слово о тайне, которое было сокрыто от веков и родов, ныне же открытое святым Его, которое есть Христос вас, в котором все сокровища, премудрости и ведня. И это я говорю вам для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас, чтобы вас не увлек, чтобы вас дух осуждения не сломал, и чтобы кто вас не прельстил. И дальше там написание будет читать. Итак, как вы приняли Христа Иисуса, так и ходите в Нем. Аллилуйя нашему Господу. Да благословит вас Господь, братья и сестры, церковь вашу, как вы приняли Христа Иисуса, где вы приняли? Ты принял в тюрьме? Ты принял в армейской тюрьме? Ты принял где-то, я не знаю, но ты принял страх Господень. У тебя есть составы, и у тебя есть связи. Как вы приняли Христа Иисуса, так и ходите в Нем, братья и сестры. И такая сила, она даст нам духовный рост. Христос придет не за тею церковью, которая несовершенна. Христос придет тою церковью, которая совершенна в Его любви. И написано, поспешим к совершенству. Да будет благодать Господа Иисуса Христа со всеми нами. Аминь, братья и сестры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова